По итогам прошлых выборов мы, конечно, можем сделать вывод, что все-таки конкуренция у нас растет. Я бы не сказал, что у нас появилась многопартийность, в принципе, она у нас и была, в общем-то. Другое дело, что да, у нас есть одна доминирующая партия, но в Думе-то у нас не одна партия представлена, а четыре. И были времена, и гораздо больше партий там было, но, в принципе, у нас не было такого случая, когда там меньше четырех партий находилось в Государственной Думе. Так что многопартийность у нас явление-то уже ему 20 лет. Другое дело, что эта многопартийность становится действительно все более заметным явлением. И причина тут тоже понятная, это либеральное законодательство о партиях. Все-таки мы отказались от драконовских мер, когда там было 50 тысяч необходимых подписей. Сейчас крайне либеральная ситуация, и многие боятся, что у нас опять возникнут партии-пустышки. Там, когда каждый бизнесмен будет пытаться создать себе поп-партии. Но, понимаете, это может быть некая детская болезнь, которая постепенно будет преодолена. Я считаю, что на нынешнем этапе, пусть лучше будет иногда комичная, но конкуренция. Я все-таки верю в трезвомыслие избирателей, и они смогут все-таки, наверное, отделить серьезные партийные проекты от клоунады. И если не голосовать за клоунов, то эта клоунада постепенно отойдет в прошлое. Поэтому многопартийность — нормальное явление. Хорошо, что конкуренция возвращается на наши выборы. Я думаю, что партии будут становиться больше, яркие политики будут создавать свои партии. Это тоже абсолютно нормальный процесс. Но постепенно, я думаю, что как раз здесь тоже будет естественный отбор. Клоуны и маргиналы будут отмирать, и постепенно мы будем все-таки переходить от многопартийной к малопартийной системе. Я считаю, этот тренд абсолютно здравый, разумный. Пока вот есть сейчас запрос опять поиграть в конкуренцию. Давайте сделаем, какие проблемы. Государство уже много сделало. Уже много сделало. Но все-таки наш, я думаю, стратегический путь от многопартийности к малопартийности, с сохранением, естественно, конкуренции, с сохранением битвы на выборах. Но я думаю, что избиратель постепенно уберет ненужных игроков, и это будет вполне естественно и эволюционно.